Девчонки, всем привет! В этом видео я вам покажу заказ с сайта SHEIN. И этот заказ мне прислали на обзор, то есть для того, чтобы я показала вам вещи поближе, чтобы вы посмотрели, как они смотрятся на мне. На мне 44 размер. Я буду говорить, какие размеры я брала. Увидите, как сидит вещь, плюс у нее размер или наоборот маломерит. Все это мы сейчас с вами посмотрим. Но этим видео я запускаю целую череду видео, приуроченных к различным акциям компаний. Будет в середине ноября, будет в начале декабря. Следите. Они будут приурочены к распродажам, к огромным на этом сайте. Плюс еще мои купоны промокода. Обязательно используйте. Ну, а сейчас давайте смотреть. Я уже стою перед вами в светлом джемпере. Я очень люблю вот такие светлые джемперочки с крупной вязкой, с косами. Уже кто смотрит меня, кто смотрит то, что я заказываю на SHEIN, вы наверняка уже видели аналогичные вещи. Чем отличается это, вы сейчас увидите, когда я отойду подальше. Ну, начнем с того, что вы видите сейчас. Горловина, да? Это, конечно, водолазка. Я просто ее загнула так, как вы сейчас видели. Вообще, можно ее и вот таким образом сделать. Можно и, допустим, закатать валиком. То есть, тут различные варианты возможны. Вы видели, как я сделала первоначально. Можно и вот таким образом. Очень много вариантов из-за того, что горловина достаточно высокая. Но если вам холодно, вы можете вообще ее вот таким образом распустить и ходить. Можно даже, я вот иногда на водолазках Фаберлик, на тонких, подворачиваю именно вот таким образом воротник. И он смотрится просто стоечкой. Ну, что у меня здесь? Спущенный рукав. Кстати, да, у меня 44 размер. Объем груди у меня 87-88 примерно. Объем талии 76. И вот немножко шире плечи, чем стандартные плечи у людей. Может быть, плюс сантиметр. Из-за этого у меня часто бывает, уезжают рукава наверх, потому что на плечо уходит шов. Но здесь шов спущенный. Посмотрите, плечо спущенное. Начинается на плече и не доходит до локтевого сгиба у меня примерно на 5 сантиметров. То есть, вот в этом районе начинается шовчик. Ну, и рукав удлиненный. Вот это я очень люблю, когда он удлиненный. Это даже спасает руки в холода. Можно немножко выпустить рукав, если вы забыли перчатки. И даже спасает при вождении машины, если вы забыли перчатки, а руль холодный. Ну, теперь отхожу и смотрите, главная фишка этого джемпера в том, что он спереди укорочен. Книзу идут, по бокам идут два таких хвостика. И сзади он тоже немножко короче. И фистончатый, по-моему, край. Скорее всего, эта кофта пойдет для моей дочери. Потому что, либо под нее нужно надевать майку. Я специально сейчас ничего не надела, чтобы показать вам, насколько видно тело. У меня юбка сейчас надета. Она нормально сидит на поясе, не с заниженной талией. И примерно, видите, от пупка и выше сантиметров, наверное, 8. Это оголенное тело. Поэтому, либо туда нужно надеть маечку. Такие образы тоже носят. Либо сейчас очень модно носить завышенную талию у брюк. Это тоже как вариант. Ну, и, конечно же, я-то точно, наверное, носить не буду. Либо есть у меня такая бежевая маечка, которую я иногда надеваю под джемпера. Либо с ней, либо это все-таки, конечно, уйдет в пульс дочери. Потому что ей вот эти укороченные фасоны сейчас очень-очень нравятся. Давайте я вам еще в целом покажу. Она при вот таком распятии достаточно широкая. Ну, а когда надеваешь ее, то... Так даже можно... Ну, нет, не знаю. Может быть, во время, после стирки, можно будет ее вытянуть. И тогда она будет скрывать уже живот. Ну, а если нет, то все равно немножко он виднеется. На мне размер S. Я вам сейчас сниму эту кофту и прочитаю состав. Так, вот, размер S на мне был. И состав у нее 100% акрил. Можно стирать в машине в прохладной воде. 30 градусов написано. Ну, и с такими же по цвету тканями. Что сейчас надето на мне, это я очень-очень даже ждала. Красиво выглядела кофта на сайте. И я заказала, по-моему, тоже размер S. Честно говоря, я боялась, что если я закажу размер побольше, то будет прям балахона. Потому что эта кофта, в принципе, смотрится объемной. Но когда я ее сейчас надела, я поняла, что у меня наступило небольшое разочарование. Во-первых, я как ни пытаюсь ее надеть ровно, у меня вот здесь что-то все не выходит. Хотя вот, пожалуйста, да, вроде выровняла. Как ее носить, тоже не знаю. Я предполагала, что это будет объемная кофта. Будет прям такой балахон. И плечо само по себе спустится. Здесь будет вот такой маечкой выглядывать. А это будет выглядеть вот таким образом. Ну, может быть, и так нормально. Но давайте посмотрим. Во-первых, она оказалась еще и короче, чем мне нужно. А вот цвет, да, кстати, цвет, по-моему, вы сейчас видите немного розовее. А у меня она немного теплее. В такой кирпичный оттенок уходит эта кофточка. Ну, наверное, да, вот так будет лучше. Но все равно я вижу какую-то кривизну в пошиве. Здесь меньше, здесь больше. Я пытаюсь выровнять, но вообще, если вещь правильно сшита, то ты ее надеваешь и ничего не нужно колдовать над ней. Рукав нормальный. Рукав нормальный по длине. Но, опять же, да, я ждала здесь больше такой свободы. А он прям в обтяжку. Посмотрите, кофта немножко пушится, но она совершенно не колется. У меня очень чувствительное тело. И я, когда брала в руки, мне казалось, что там есть шерсть. И она точно будет меня колоть. Но в составе у нас 35% шерсти, девочки. А я не чувствую. И 65% акрила. Я сейчас удивилась про шерсть. Потому что ладошкой я ее ощущала, а на теле не ощущаю. Это очень интересно. Обычно я даже на 1-2% шерсти в составе реагирую вот так. Вот все. Я даже померить до конца не могу вещь. Я ее снимаю и еще потом минут 10 чувствую. Ну, вот либо здесь она какая-то особая, либо ненатуральная. Не знаю, девчонки. Но первый раз вообще я встречаю такую вещь, в которой мне было бы комфортно, а она при этом с шерстью. Разная длина спереди и сзади. Мне тоже очень нравится, потому что спереди всегда хочется немножко покороче, а сзади подлиннее. Ну, это вот на мой вкус, например, да. Потому что когда спереди коротко, сзади коротко, и ты садишься на стул или там, не знаю, в машине, нагибаешься, и у тебя оголяется спина. С животом такое происходит реже. И когда разница есть спереди и сзади по длине, меня это всегда радует. Ну, и так ничего здесь нормального и не выходит у меня, я вижу. Значит, попробуем давайте рукав поднять. Как только я поднимаю рукав, у меня, конечно, отсюда уходит длина, он становится три четверти. Но здесь, как было все, сикость-накость, так и остается. Так что вот я эту кофту очень ждала, очень хотела. Ну, так вообще ужасно как-то смотрится. Наверное, все-таки должно быть вот так. Ну, в общем, смотрите, заказывайте вот такую кофту, конечно, с осторожностью. Ну, по крайней мере, вы уже знаете, что можете получить. Джемперосчик, который сейчас на мне, продается в едином размере. Обращаю ваше внимание на это. У него нет ни S, ни M, ни L. У него один размер. И такие вещи тоже, когда заказываешь, непонятно, что придет. То ли сильно большое, то ли сильно маленькое. Я уже заказывала вещи в одном размере, а она даже на мой 44-й не налезла. Она выглядела просто как детская какая-то кофточка. Вот эта кофта в размере едином. Посмотрите, вот я 44-й. Ну, я думаю, что 46-й однозначно сюда войдет. 48-й уже, наверное, и 50-й войдет. Просто это будет более облегающей вещью. Здесь, посмотрите, есть запас на бедра такие, есть скругления. А состав 100% акрил. У меня по ощущениям сейчас, вот есть полное ощущение, что это хлопок. Вот прям такой летний хлопок. Вязаный, я не знаю почему, я вот, честно говоря, акрила здесь особо не ощущаю. Даже вот так на ощупь. Трехцветная. Здесь такая грязная, грязно-розовый такой оттенок. Второй цвет серый и нижний белый. Я бы предпочла, чтобы вот эти два цвета были вот в другом порядке. Белый был здесь, розовый внизу. Но такого варианта не было. Пришлось брать, что есть. Ну и рука всего лишь двухцветный. Здесь третьего цвета нет. Вот так выглядит сзади. Ну и эту кофту я, скорее всего, оставлю себе. Я ее брала как раз под пуховики для того, чтобы не очень был маркий цвет. И как мне показалось еще на картинке, что закатываться не будет, я думаю, что и не будет закатываться, и не будет никаких затяжек на этой кофте. Очень комфортная, достаточно объемная. Рукав свободный. Рукав здесь тоже, ну, для меня даже спущенный, видите, насколько, да, от плеча. То есть сантиметров 10 здесь спущено. Ну и удлиненный рукав. Здесь все хорошо. Набрала каких-то однотипных вещей, но вот было такое настроение у меня, да. Этот джемперочек очень тонкий. Он похож на какой-то тонкий кашемир. Но в составе у него 65% полиэстер и 35% хлопок. При 30 градусах тоже нужно стирать. Ну и, собственно, никаких особенностей нет. Размер S. Я вам покажу сейчас. На самом деле, мне кажется, это L. Немножко пушится материал. Ну, прям совсем чуть-чуть. Манжеты есть, сразу обращаю ваше внимание. Здесь есть манжеты и на рукавах, и по низу. Ну и кофта мне откровенно велика. Она прям, посмотрите, закрывает практически все бедро. Ну и вот так смотрится. Очень мягкая на ощупь. Тоже она трехцветная. И тоже я брала ее носить под пуховик. Для очень чувствительной кожи, может быть, покажется, что немножко колется. Но вот я сейчас то ощущаю, то нет. Наверное, если будет немножко жарче. Сейчас у меня на балконе жары совершенно нет. Я комфортно себя чувствую. Но, возможно, если я зайду в помещение, мне будет немножко некомфортно. Хотя, ну, это я еще не проверяла. Это мое предположение. Ну и внизу точно такой же, видите, есть манжет, резинка. Не знаю для чего. В общем, эта кофта мне однозначно велика. Мне кажется, она вот S, но идет размер, наверное, на 46-48. Ну и последняя кофточка, которую я вам хочу показать, это однозначный промах с размером. Я взяла в размере S. Она просто очень маленькая. Во-первых, она была даже на вид такой детской, когда я вытащила ее из пакета. Но она даже, наверное, не на XS, а на 2XS. Она необъемная, как это тоже было видно на сайте. Здесь есть два кармана. И, конечно, она лучше бы выглядела, если бы она была чуть больше объемом. То есть мне нужно было или Энку, или Эльку заказать. Плюс ко всему обращаю внимание, какой короткий рукав. То есть даже в рукаве она мне коротка. И есть вроде бы объемчик, но хочется больше. Я все-таки люблю вещи оверсайз. И получается две кофты, это вот это и вот это, они получаются мне в обтяжку. И носить я их не смогу. Ну, если я отойду, вы увидите, как некрасиво смотрится такой закороченный рукав. Сама она какая-то узенькая, коротенькая. Ну, хотя, может быть, кто-то любит такие облегающие модели. Но тогда, наверное, не нужны были бы тут карманы. Для карманов просится объем вот здесь на талии, а его нет. Ну, и сзади. Так, что у нас в составе? В составе у нас 100% полиэстер, размер S. Ну, и стирать тоже при 30 градусах. Вещь очень мягкая, очень приятная. Мне кажется, все вещи на сайте SHEIN связаны из одних ниток. Все, что я получала от них в светлом трикотаже, в светлом оттенке, оно все как будто из одной нитки сделано. И никогда нет чисто белых вещей. Вот эту, видите, сделали чисто белую, а на мне вещи прям молочного такого оттенка. А я бы тоже хотела белые. Ну, вот, видимо, у них... Вот эта вот мягкая нитка для вязания, она только в одном оттенке. Я не знаю, 100% хотя здесь акрил, здесь полиэстер. А на мой взгляд, так это вот прям все одно и то же. Может быть, конечно, на ярлыках вот здесь вранье. Потому что, девчонки, я... Если бы я увидела в составе шерсть, мне кажется, на сайте это не указано. Если бы я увидела в составе есть шерсть, я бы в жизни не взяла эту кофту, потому что ее бы не смогла носить ни я, ни дочь. Конечно, я не исключаю ошибки, что я не там посмотрела, не то посмотрела или вообще не посмотрела. Такое может быть. Я выбирала сразу много вещей и могла что-то упустить. Ну, а в целом, получается, что две вещи однозначно носибельные. Вот эту, если спустить рукава, тоже можно носить. Но рекомендую вам заказать размером в плюс один. Это, имейте в виду, да, коротенькое спереди. То есть, это для подростков, для девчонок с плоскими животами. Вот это, наоборот, большимерит кофта. Очень большимерит причем. Ну, и самое, что мне больше всего подошло, это вот этот джемперо, который я буду носить с серой юбкой, с серыми меланжевыми колготками Фаберли, которые сейчас, кстати, в каталоге стоят всего лишь 299 рублей. И прекрасно подходят. Сейчас я вам покажу. Очень красиво будут сочетаться. Вот такие серые меланжевые колготки есть сейчас на сайте Фаберлик. Для регистрации на сайте можете проходить по ссылке под этим видео. Она будет чуть ниже, чем ссылки на эти вещи от Shein. Ну, и пользуйтесь промокодами для того, чтобы заказать вещи. Тогда вам будет дешевле. Сейчас компания разделила по суммам и по количеству скидки. Обязательно учтите это при заказе. И посмотрите, на сайте еще бывает бесплатная доставка от определенной суммы. Я на это повлиять никаким образом не могу. Я могу только дать вам два промокода на две разные скидки. Заказик меньше, скидка меньше. Заказик больше, скидка больше. Ну, на этом все. Большое спасибо, что посмотрели обзор. Ждите, ждите. Скоро будут обзоры вещей к распродажам. Готовьтесь. Присмотрите что-то себе на сайте. Возможно, что-то из того, что вы присмотрите, будет в моих обзорах. Большое спасибо всем за внимание. С вами была Марина Соловьева. Всем пока.